Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Добрый день, дорогие! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, можно ли верить одновременно и в Бога, и в эволюцию? Ну, наверное, можно, раз есть такие люди, которые верят и в Бога, и в эволюцию. Другое дело, правильно ли это? И насколько совместимо, насколько последовательно это? Чаще всего люди, которые верят в Бога, приходят к вере в эволюцию по причине того, что они смещают свои авторитеты. Или они были у них смещены, и они никогда не были поставлены в правильное место. То есть у этих людей авторитет научного сообщества, авторитет общественного мнения вокруг нас, он выше того, что говорит Священное Писание. И поэтому они, будучи верующими людьми, усиленно хотят найти какую-то совместимость этих двух явлений. Часто это происходит очень искренне. Когда человек настолько пропитан духом научно-технического мировоззрения, которое доминирует в современном обществе, что он даже не способен задать вопросы относительно некоторых очень слабых звеньев в этом мировоззрении. И эволюция как раз и представляет собой, или теория эволюции представляет собой, это одно из таких очень слабых звеньев. Дело в том, что теория эволюции, она сама по себе очень слабо научно доказуемы. Это предположение относительно того, как развивалось человечество или Земля вообще. И это предположение базируется на целом ряде дополнительных предположений, которые приняты за норму, за факт. Ну, например, одно из таких предположений – это эффективность радиоуглеродного метода датирования пород. Всеми воспринят этот метод как абсолютный факт. Но в действительности в нем есть целый ряд существенных проблем. Вот здесь у нас недалеко, недалеко от нас, есть вулкан Святой Елены или Сейн-Хелленс. Этот вулкан известно и время его извержения. Это произошло 18 мая 1980 года. Так вот, породы, которые были извергнуты в результате извержения этого вулкана, когда их замеряют, то радиоуглеродный метод показывает их древность 20 миллионов лет. В этом случае очень хорошо известно, что прошло всего несколько десятков лет. Это говорит о том, что этот метод не всегда точен. Или же он может быть очень сильно не точен. Всего пару десятков лет прошло, а уже показывает 20 миллионов лет. Ну, это один из примеров. Есть много неотвеченных вопросов. Много неотвеченных вопросов. Поэтому эта теория не может быть воспринята как научное, фактическое объяснение происхождения мира. Это можно представить в лучшем случае как попытка объяснения происхождения мира. И в данном случае человек подходит к Священному Писанию, и он в Библии встречает другое объяснение. В Библии говорит о том, что мир сотворен Богом. И мир сотворен Божьим Словом. Но так как человеку не хочется выглядеть в глазах мира отсталым, неразвитым, игнорирующим науку, в кавычках, он хочет как-то совместить. И поэтому он думает, мог ли Бог использовать эволюцию в этом процессе. Конечно же, мог. Бог все может. Но когда мы говорим о том, что, допустим, если Бог использовал эволюцию, и человеку кажется, ну, хорошо, я примирил науку с Богом, то в действительности он создал еще больше проблем. Почему? Потому что человек, который отвергает Бога, он не убежден будет не тем, что Бог в самом процессе участвовал, или же все равно ты придешь к тому, что Бог же все это создал. Этому человеку, отвергающему Бога, будет, кажется, научным единственное объяснение, которое не включает в себе никакую сверхъестественную силу в процессе всего этого процесса. Вернее, всего этого дела сотворения и развития человечества. Но есть другая, самая намного большая проблема, связанная с эволюцией. Это проблема греха. Когда мы говорим об эволюции, главным двигателем эволюции является смерть. Выживает сильнейший. Это естественный отбор. Это главный двигатель эволюции. Но Библия говорит о том, что смерть является результатом греха. В данном случае, если смерть существовала до греха, если миллионы и миллионы людей умерли, или людей, или их прапредков каких-то умерли до Адама и Евы, умерли до грехопадения, то тогда вся картина объяснения греха в Писании ложная, а это значит, что вся картина искупления, освобождения от греха ложная. И по этой причине, если быть последовательным, то теория эволюции и библейская позиция, мировоззренческая позиция – несовместимые явления. То есть это получается человек, который называет себя христианином, верящий в теорию эволюции. Это же вопрос веры. Значит, он не признает на 100% Писание. Спасен ли будет такой человек? Относительно спасения, я думаю, что есть много людей, которые верят в теорию эволюции, и они спасенные люди. Те люди, которые восприняли Иисуса Христа как личного спасителя, которые поняли, что они не смогут найти оправдание иначе, как только кровью Иисуса Христа. Другое дело, что они непоследовательные христиане, и они, скорее всего, глубоко не продумали этот вопрос. До конца не понимают суть вообще эволюции. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Друзья, спасибо вам за ваши вопросы. Присылайте нам, и мы с удовольствием будем отвечать. На сегодня все. Благослови вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слово.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slово.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.